Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о дне в истории, об очень интересной истории, которая случилась 28 февраля 1935 года. Это детище, которое мы знаем как нейлоновые чулки, было создано 88 лет назад. Уоллесом Корозерсом, который проживал в Америке, был прекрасным органиком-химиком. В 1934 году он синтезировал полиамидную смолу. 28 февраля 1935 года он с группой химиков сделал синтетическое волокно нейлон. Но в 1937 году, как заявила фирма Дюпон де Мур, после длительной депрессии Корозерс покончил с собой. Он так и не увидел триумфального шествия своего детища по всему миру. 27 октября 1938 года руководители фирмы Дюпон де Мур объявили об изобретении нейлона официально. В 1939 году нейлон поступил в продажу в одном из универсамов Веллингтона в США, где он был произведен. И спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день распродажи было продано 5 миллионов пар этих чулок. Вот такое было создано новейшее подспорье, так сказать, нам женщинам 28 февраля 1935 года, которым мы пользуемся и до сих пор. Благодарю вас за внимание. С вами была Абросимова Светлана. Субтитры создавал DimaTorzok